Боевая граната, брошенная в толпу. Такого не было даже в самые ожесточенные дни Майдана. Следствие уверено, гранату бросил боец добровольческого батальона МВД Сич. То есть, по факту, сотрудник милиции подорвал своих же сослуживцев. Это трагическое событие, по сути, развязывает руки российским спецслужбам. Ведь теперь любую кровавую провокацию можно списать на междоусобные склоки украинских политиков и силовиков. Что за этим стояли и этим керували таемные операторы, я дословно цитую, таемные операторы с Российской Федерации, с края агрессора. Так что же на самом деле произошло под Верховной Радой? Более 130 раненых и уже 4 погибших. Фактически теракт в центре Киева. Подозреваемого милиция поймала в тот же день. У нас установлено порядка 20 людей, которые так или иначе участвовали в этих заворушениях. Для нас принципиальная позиция каждого из них привлечет к адекватной мере ответственности. В тот же вечер к народу обратился и сам президент. В сотни разів більше, коли українські бойці, українські герої віддають своє життя, захищаючи мир та спокій громадян від провокації, забавок тих чи інших політичних діячів. Но почти через неделю после происшествия у общества только прибавилось вопросов. Заявление очень противоречивое. Сначала говорят граната, потом говорят, что есть поражение болтами, гайками, рубленой проволокой и всем остальным. То, что делается на самодельных взрывных устройствах, когда на них наматывается. Это говорит нам о чем? Что как минимум могло быть несколько взрывных устройств, которые взрывались. Например, граната и самодельные взрывные устройства. Правильно, это могло быть не граната, а просто самодельные устройства. Версий много, они должны быть отработаны. Много противоречий наводит на мысль. Власть что-то недоговаривает. При подозреваемом нашли чеку и гранату РГО. По версии следствия, именно такую лимонку парень бросил в ряды нацгвардии. Но у экспертов есть сомнения. Тщательно проанализировали видео из-под Верховной Рады. И мы знаем ответы на многие вопросы, которые будоражат общество. Дымит или не дымит, да? Центральный вопрос Украинской революции. А была ли граната? И если была, то какая именно? Бойцы АТО сразу начали экспериментировать. В вашей увазе граната РГН. За тактико-техническими характеристиками она очень похожа на гранату РГО. Воин спускается в окоп и бросает гранату. Дыма не видно. Чтобы привести гранату к бою, надо вытащить чеку. Не надо. Почу. А это еще одно видео с такой же гранатой. И тут она и дымит. Так где же правда? На самом деле граната типа РГО или РГН может как дымить, так и нет. Сейчас очень много в интернете ходит обсуждений на этой теме. Может ли дымиться такая граната? Она может дымиться, может не дымиться. На самом деле может. Важнее другое. РГО. Если бы она взорвалась, то пострадавших было бы намного больше, нежели сто. И травмы были бы посерьезнее. Меня смущает другое. Что даже если это было РГН, у папы так за несколько метров за спинами гвардейцев, она бы, по идее, должна дать более сильное поражение, чем то, что мы видим. Потому что после подрыва гранаты в трех метрах сзади на бетонном покрытии, вот так вот скакать на одной ноге, как бы такое. Им посечь ноги должно было бы гораздо сильнее. Эксперт подсказывает, самый простой способ проверить, была ли это действительно граната. Ну, в любом случае, там должна быть какая-то выбоина, воронка, потому что граната достаточно мощное взрывное устройство. На такой плитке она должна оставить след в любом случае. Это та самая площадь под Верховной Радой. Именно здесь был митинг, который перерос в кровопролитную потасовку. Граната, предположительно, упала где-то здесь. Мы ищем, собственно, где взорвалась эта самая пресловутая граната. Нашли воронку. Значит, скорее всего, граната была. Кому же выгодны потасовки? Кто стоит за их организацией? И кто использует этот резонанс в своих целях? После взрыва министр внутренних дел не подбирал слов. Я впрямую обвиняю Олега Тегнебога и его партию «Свобода». Я считаю, что это преступление, а не политическая оппозиция. Тегнебог не привел протестующих под Верховную Раду. Вот привел бандитов, которые убивали и калечили наших солдат. Свободовцы действительно вели себя агрессивно. Будто игрой на камеру хотели реанимировать свой низкий рейтинг накануне местных выборов. Непонятно, зачем было ввязываться сначала в словесные перепалки, а потом и в потасовки с простыми солдатами-срочниками. Столкновения быстро начали напоминать противостояние времен Майдана. Летели петарды и дымовые шашки с обеих сторон. На этом видео человек, похожий на заместителя министра внутренних дел, приказывает солдатам активнее давать митингующим ответку. Всего спустя несколько минут прилетела граната. Так считает следствие. Но что привело к трагедии? Там были группы доброподготовленных провокаторов, которые действовали очень слаженно. Некоторые из них сейчас арестованы. Один из них бывший полковник милиции. Второй провокатор, который участвовал в событиях, я еще помню, марта прошлого года в Донецке. Семен Семенченко заявляет, он лично видел до двух десятков провокаторов. И собирается идти со своими сведениями в прокуратуру. Эти люди давно участвуют в схемах по дискретации добровольческого движения и по раскачиванию общества по вот таким провокациям. Эти люди постоянно всплывают. Я думаю, что их связи с окремными работниками МВС и, возможно, ФСБ еще предстоит выяснить. Митинг свободовцев был анонсирован заранее. И там точно было достаточно оперативных сотрудников. Почему же они не сумели вычислить провокаторов и исполнителей? Набагато ранее до самого массового захода вживаются заходы приментивные, оперативные и технические, которые я таямною, которые никто не имеет права раскрывать. Но граждане должны быть уверены и знать, что любое массовое собрание, его должны защищать. Все спецслужбы и правоохранительные органы, как и нацгвардейцы, это я утверждаю абсолютно ответственно, мали захистить оперативную и упорядживающую информацию, что планируется, что может быть выборка, что для этого, хлопцы, вам нужно иметь тет-то-тет. На днях в интервью американским журналистам президент Порошенко обвинил в трагических событиях под Радой Россию. Стране-агрессору такой сценарий, конечно, выгоден. Знаете, мне это грустно, но после того, что я 16 лет, как бы, пристально слежу за русской политикой, я должен сказать, что, увы, меня бы удивило, если тут не было бы руки в Москве, потому что, ну, это почерк Путина. Ну, о чем тут говорить? Это настолько ему выгодно, настолько это именно... Я, может, в отдельном случае ошибаюсь, может, в этот раз не было бы руки в Москве, но это именно его почерк. Но это совсем не значит, что тот, кто бросал гранату, завербованный агент Кремля. Да нет, никто к нему не подходил, не говорил, знаешь, на тебе 500 российских рублей за то, что ты бросишь гранату под Верховную Раду. Так никто не делает. Уже на... Если это были россияне, инициировали ее, что не исключено, то на втором лице от того, кто организовал это мероприятие, уже теряется след. Все это делается через цепочку людей. Бывший сотрудник военной разведки объясняет тонкости работы спецслужб. Например, россияне берут кого-то из руководителя организации, подвербованного, работают с ним через посредника, либо непосредственно. Он, соответственно, еще кому-то в организации, тот еще кому-то, и только тот уже накручивает исполнителя, или подводит его к этой мысли. В любом случае, это происшествие в некой мере развязывает руки Кремлю. Ведь если вражеским спецслужбам удастся организовать теракт в нашей стране, то проще будет убедить Запад, мол, это они сами между собой воюют. И все поверят. Абсолютно, я этого сильно боюсь. И это именно те методы, которыми Путин действует. И в Крузии было, и всегда. Это очень опасно. И плохо, что на Западе такие наивные. Если тут такую версию выскажешь, там скажешь, ну и конспиролог. Ну, 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 ну что за крупость. Люди себя тут не могут представить испорченность и уровень злостных способов этого режима. И как раз вчера СБУ задержало группу террористов, которые планировали теракт в столице. Правда, не все соглашаются с версией русского следа. Мол, одна граната – это не тот масштаб для Кремля. Москва не стала бы заниматься такими провокациями. Зачем? Когда можно... Если бы была какая-то провокация Москвы, это было бы куда серьезнее, конечно. Кровопролитие в Киеве вновь вынесло тему украинского кризиса на первые полосы мировых СМИ. Именно кризиса на Западе не принято называть происходящее на Донбассе войной. Тем более, если правоохранители гибнут в центре столицы. Вот как увидели ситуацию под нашим парламентом французские журналисты. Ультраправые представляют собой угрозу, но не могут похвастаться большим влиянием в политике. 4% голосов на последних выборах. Хотя их связи с организованной преступностью – это реальная проблема с точки зрения общественного порядка. А это прочитали немцы. Кровавые столкновения под стенами парламента, в ходе которых погибли трое бойцов над гвардией, взаимное обвинение властей и ультраправых политических сил в том, кто несет ответственность за трагедию, свидетельствует о новом уровне политической напряженности в Украине. Обитатели Соединенных Штатов глазами колумнистов воспринимают Украину вот так. Хотя в ходе голосования большинство в украинском парламенте поддержало данные меры, уличные столкновения показывают, насколько трудно будет убедить в правильности конституционных поправок обнищавшую и неспокойную страну, в которой полно оружия. Это трагедия красноречивое подтверждение российской пропаганды, что в Украине идет гражданская война. Голосование за децентрализацию с так называемым особым статусом Донбасса стало черным днем в украинском календаре. Действительно ли найдут и накажут виновных или будут искать стрелочников, чтобы замять дело? Назначат виноватых. Я думаю, что передернет, скажем так, материалы следствия. Вне зависимости от реальной степени вины, будут назначены виноваты, они будут осуждены. Попытаются использовать эту ситуацию для разгрома националистического движения, националистической оппозиции в Украине. За все отвечает влада за то, чтобы провести сейчас неопередженное расследование. Раз. Друге, прозорно провести и представить результаты. Два. И ответственность должны принести те, в том числе и политические коррупционеры в парламенте, которые в супереч здоровом глузду организовали в парламенте, в том числе незрозумимое голосование. Сейчас в СИЗО находится 16 задержанных за организацию и участие в беспорядках. Главный подозреваемый Игорь Гуменюк тоже на два месяца загремел в изолятор. В этой истории пока больше вопросов, нежели ответов. Власть, вместо того, чтобы взять на себя ответственность, по привычке ищет крайнего. И как бы не понимает, что кугуары на улицах Киева не уменьшат трафик нелегального оружия из зоны АТО. И это даже не демонстрация силы, а скорее это вызывает недоумение в глазах собственного народа. Особенно, когда на фронте наши воины ездят не в броневиках, а на богданах. И, наконец, поймет ли власть, что нельзя менять конституцию без обсуждения с народом, который, собственно, их и выбрал. Субтитры создавал DimaTorzok